Книга пророка Иоиля, глава 2, стихи 23-26. Дам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивно я соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. А пока народ его находится в посрамлении. То, что жуки, гусеница, черви, саранча, великое войско, посланное Богом, пожирает пищу, которую послал Бог, и его народ есть не до сытости. Давайте сразу перенесем это в духовную область и будем рассматривать Слово Божие, пищу Слова Божие, то есть поддающуюся под помазанием, елей Святого Духа и вино Святого Духа, которое дает радость. Посмотрите сегодня на христианство, в какой радости оно пребывает. Либо это лже, харизматия, где никакой радости нет, а где скачут, прыгают и думают, что не радуются. Это не радость духовная. Где люди находятся в бедствии, где Слова Божьего нет, где истина извращена, потому что Бог послал бедствие на свой народ за то, что они отвратились от Него. Есть причина, почему Он это сделал. И далее Господь обещает, Он исправит ситуацию и снова пошлет дождь свой, дождь ранний и поздний. Речь не идет о физическом дожде, а речь идет о дожде Святого Духа, когда в этом дожде Бог снова начнет открывать свою премудрость и свое слово, которое даст возможность почве нашей взрастить семя Слова Божьего, семя обетования, которые мы получали ранее. Поэтому здесь имеются в виду духовные вещи, они буквально физические. Поэтому, исходя из данной констатации, можно заключить, что до тех пор, пока мы не будем обладать элементом истинной и непорочной радости, мы не сможем получать дожди в свое время. Написано, и вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем. Народ Божий не веселится о Господе. Он веселится либо о дарах Святого Духа, либо о том, что они начинают материально процветать. Они веселятся о том, что не могут использовать принципы веры для материального обогащения, считая это духовным элементом. А это не только духовный элемент, это искажение истины, это непочтание Бога. Поэтому Писание говорит, мы не можем войти в наследие обещанной нам благословенной жатвы. А для этой цели мы должны усвоить и принять решение радоваться и веселиться о Боге, как о своем Господе и своем Спасителе, независимо от скудости или изобилия. Дело в том, что скудости и изобилия, в зависимости от нашего к ним отношения, могут стать результатом как проклятия, так и благословения. Если наша радость или печаль инспирируется и исходит из источника скудости или изобилия, то есть мы радуемся или скудости или изобилию, то как скудость, так и изобилие становятся источником проклятия. Если же наша радость и наша печаль инспирируются и исходят из источника, которым является сам Бог, то как скудость, так и изобилие могут активизировать Бога к исполнению своих обетований в отношении дождей и последующей за ним жатвы. И одной из составляющих выражением веселья о Господе является отдавание Богу десятин и приношений в радости, потому что непорочная радость – это всегда результат истинной любви и истинного доверия Богу. Невозможно приходить к Богу с пустыми руками. Он говорит, не являйся пред лицо мое с пустыми руками, но приди с тем, чем я благословил тебя. И, конечно же, мы знаем, что согласно Писанию существует древняя заповедь, которую Бог установил в Едемском саду. От всех деревьев ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не вкушай, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. И это дерево произрастил Господь, как древо жизни, так и древо смерти. Древо смерти – это святыня Господня. Почему нельзя было человеку вкушать? Потому что это святыня Господня. Оно находится в распоряжении человека, в том же саду, который он должен возделывать, охранять. И он может сказать, это я возделываю, я охраняю, и почему это я должен отдавать? Я буду отдавать, когда хочу, куда хочу и сколько хочу, как сегодня делают это беззаконные люди, поддерживающие нечестивых людей, отвергая заповедь эту древнюю. Эта древняя заповедь, как мы с вами говорили, была установлена Богом в Едемском саду. Она существовала независимо от закона Моисеева. И только в законе Моисеева нашла свою нишу. И далее продолжала существовать. И народ Божий, Первая Церковь, в лице апостолов даже и не думали подвергнуть сомнению эту заповедь. Десятина всегда была почтением Бога и признанием над собой Его власти. Люди, приходя к Богу, всегда приносили с радостью. Это то, что мы можем сделать. Не с печалью, а с радостью. Почему люди приносят не с радостью? Потому что они не верят, что это заповедь Божия. Они просто хотят видеть, если все это делают, а я не буду это делать, как на меня будут смотреть. Если у вас нет веры в то, что это великая заповедь Господня, что вы этим чтите Господа, то и не надо этого делать. Не надо этого делать. И так нас беззаконники называют, что это побор. Вот вы увидите результат, несмотря на то, что эти большие соединения, так называемые протестантские, называющие себя христианами, благовествующие о каком-то Боге, радующиеся, веселящиеся своей радостью, думая, что это радость от Господа. Если они не чтили Господа десятинами, значит, Бог не воспринимает их. Если бы они не знали другой вопрос, но они слышат это, они не только противятся, они еще и искажают. Они говорят, что мы занимаемся побором. Нет, мы не занимаемся побором. Мы чтим Господа. Мы чтим Его. Мы радуемся, что имеем возможность чтить, потому что что делает десятина? Бог говорит, когда вы это приносите, это будет ваш страж. И тогда девять частей, оставшиеся от того, что вы заработали, я смогу сохранить. Точно так, как я мог сохранить у вдовы из царепты Сидонской. Неважно, сколько у вас есть. Пусть у вас осталось немножко масла в кувшине и муки в катке. Но если вы вначале это сделаете для Господа, в лице поставленных Богом людей, Илья сказал, но вначале сделай это мне, опреснок, а потом себе и сыну твоему, и вы не умрете. Вот когда человек повинуется Господу, ведь она повиновалась, потому что она поверила, что она не умрет. И тогда масло не убывало, и мука не истощалась в катке. Я верю в эти чудные явления, потому что они проявляются в нашем служении. У людей, которые имеют скудость, но которые богаты внутри любовью к Богу, и которые постоянно верны Богу в том, и Бог дает им возможность постоянно испытывать эти чудеса. Если бы мы дали им возможность, и они бы свидетельствовали об этом, вы бы действительно были поражены. Как Бог в этих семьях, Он не дает им изобилия, Он оставляет их в скудости, но Он в этой скудости проявляет удивительные вещи. Они не голодают, у них на все хватает, и главное, что они довольны тем, что имеют. Они не стремятся иметь дорогие дома, дорогие машины, дорогую одежду. Они стремятся иметь Слово Божие, радуются, что у них есть доступ к Слову Божию, к откровению, и поклоняются пред Богом в радости, и не завидуют людям, которые имеют больше материального благословения. Это самое главное, не завидовать, не роптать. Господи, почему Ты дал ему, а не дал мне? Чем я хуже его? Иногда люди приходили ко мне и говорили, ну почему у меня я делаю все, почему? Ну что такое? Почему сатана у меня пожирает? Я говорю, дело не в сатане, дело в твоем отношении к скудости и к изобилию. Когда ты начнешь относиться к скудости и к изобилию правильно, то есть имея достаток, будем довольны. Вот то, что мы имеем, довольны. И тогда Господь что сделает? Ибо великое приобретение быть благочестивым и довольным. Мы ничего не принесли в этот мир, равно, что ничего не сможем и вынести из него. Я всегда смотрю с грустью на миллиардеров и миллионеров, которые пугаются, если бы они вам открыли свое сердце. Я недавно слышал одного миллиардера, он говорит, «Вы даже не знаете, с каким страхом мы живем. Наша жизнь может оборваться в любую минуту. Болезнь может подкосить нас. И наши миллиарды нам не помогут. И это страшно. И мы не знаем, куда мы идем. Но вы, дети Божьи, знаете, куда идете. Чего ж вы противитесь Господу? Почему не хотите почтить Его? Я не имею в виду сейчас вас, слушающих меня, а тех, которые противятся истине и находятся вне этого служения. Не просто вне, а противятся этому служению, поносят это служение, извращают наши святые порывы, глумятся над нами. Но этому скоро придет конец. Потому что все, что мы делаем, когда мы отдаем Господу, не так, как мы хотим, и куда мы хотим, и сколько мы хотим, и Он сказал, ваши добровольные приношения должны быть обличены в формат десятин. И Господь пишет все это в Свою книгу. Чтущих Бога и боящихся Бога. И приходит день, когда Он говорит, я покажу разницу между служащим мне и между неслужащим мне. Пока еще этой разницы Бог не показал. И они могут глумиться и говорить, ну где ваш Бог? Вот мы не отдаем десятины, даем когда хотим, сколько хотим, кому хотим и куда хотим. И что? И что изменилось? Вот мы благословены, а вы под проклятием, вы в нищете. Да мы не под проклятием, и мы не в нищете. Посмотрите на великих пророков, мужей веры, которые были в великой нищете. Но великая нищета, они преизобиловали в богатстве своего радушия. Посмотрите на македонские церкви. Они среди великого испытания скорбями, преизобилуют радушием. И глубокая нищета их не дала им возможность говорить, о, мы в нищете. Они настолько в глубокой нищете были щедры для Господа, что Павел был потрясен. Он был потрясен просто. Он поставил эти церкви в пример всему тогдашнему христианскому миру. Они, говорит, были настолько радушны, и они посвятили, во-первых, себя не только Господу, но и нам, вот в этих приношениях. И они просили, они с радостью это давали. Вот когда мы начнем радоваться Господом, не тем, что мы богаты и не тем, что мы бедны, а просто радоваться, что у нас есть Господь, у нас есть вечная жизнь, мы избавлены от второй смерти. Вот радость, что у нас вот это такое богатство, такое счастье. Вот тогда у Духа Святого появится возможность вначале благословить нас духовно. И тогда Слово Божие говорит, что Бог может исполнить это. Он избавит нас не просто от нищеты. Во-первых, Он избавит нас от всякого недуга, от всяких болезней, от преждевременной смерти. И, конечно же, избавит нас и от этой нищеты. Но, несмотря на это, мы будем видеть богатство в Боге, а не в материальных богатствах. И, конечно же, прежде чем Бог восхитит свою невесту, то люди, которые будут восхищаться, во-первых, не будут иметь долгов, во-вторых, сами будут давать в долг, во-вторых, будут богаты. Но главное богатство их будет состоять, они будут радоваться о Господе Боге Своем. Давайте выразим эту радость о Господе сейчас, добровольно склоняясь пред Ним и принося в руках наших, наполняя руки наши десятинами, чтобы получить Слово. Потому что, чтобы войти во святилище и получить какое-то откровение, надо было принести. Вот почему мы это делаем перед проповедью, а не после проповеди, как это делается почти во всех служениях. Я вырос в служении, где добровольные приношения, просто добровольные приношения, а не десятины, всегда приносились только в конце служения, после проповеди. И я понял, когда Дух Святой показал мне, надо делать это перед проповедью, надо это делать в начале служения, чтобы Господь мог явить благоволение Свое. Ты приди с наполненными руками, и тогда я отвечу на твои вопросы. И ты получишь то, зачем ты пришел. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «После заката славное утро», и будем служить Господу десятинами и приношениями, выражая свою любовь к Богу и признавая над собой Его неоспоримую власть. Итак, всякий раз, когда Израиль приносил десятины в храм, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом, и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!